Вот. Кстати, врач, ну. Да, сексеркет. Нет, ну... На самом деле, ну всё. Хороший, хороший. Вот, анекдот же рассказывал, серьезно. Вот. И объявление как раз громкоговорителя, что началось, ну, вероломно, в 4 утра, значит, Гитлер вторгся на территорию Советского Союза, началась война, и еврей начинает сразу же перечитать и говорит, ай-яй-яй, ой-яй-яй, это же сколько теперь проблем, что же теперь будет, это же надо, значит, сейчас надо как-то всё собирать, всё, что там в квартире, все деньги, все драгоценности, это надо, какой-то вагон, всё это, значит, в Узбекистан это всё надо перевести, потом всю семью надо тоже договориться, отправить, значит, всех переправить, там, в Узбекистане тоже надо что-то делать, надо как-то договориться, чтобы было покушать, там, выпить, надо какую-то купить базу, там, овощную, в общем, всё, долго-долго всё это перечисляют. Украинец говорит, да, говорит, война началась, проблемы, говорит, конечно, проблемы. Еврей говорит, господи, да какие у тебя проблемы, взял винтовку, пошёл на фронт. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вот вы с детьми прям, то есть, такой маленький. Обалдеть, вот, нет, таких маленьких у меня не было никогда, мне даже неудобно как-то Атиша, что ли, выпить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, удивительный концерт. Хорошо. Да, у нас на выходных тоже все идут в клуб, познакомятся, в общем, как-то едут куда-то, пьют. И эта песня, такая простая ситуация, девушка звонит парню. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Серёжа, как дела? Это я. В смысле, кто я? Ты чё не узнал? Но это я. Ну хорошо, это Таня, привет, как дела? Что значит, какая Таня? Не поняла. Нет, я не Таня, блондинка из бухгалтерии. Нет, я не Таня из подтанцовки Валерии. Нет, я не Таня из города Электросталь. Нет, мы с тобой не курили в машине Шмай. Нет, я не Таня, будущая актриса. Нет, я не Таня, плутанная из Дагамыса. Мне наплевать, что это один человек. Нет, я не Таня, с которой мутит Олег. Ну, Таня, которая девушка без изъяна. Ну, помнишь, я ещё допила беду из кальяна? Ну, Таня, которая не спит с мужиками при первом общении, которая лишь для тебя сделала исключением. Ну, помнишь, ты ещё в паре ко мне подкатил? Ну, помнишь, ты ещё в пиво стыке лайк пил? А после сгорла шампанское за меня. Ну, как ты помнишь, ведь ты говорил мне, что я незабываемая. Незабываемая. Ты ещё при знакомстве представился суперменом. Ну, ты ещё в танце разбил мне губу коленом. Тебя стошнило ещё в мою субку от кучи. И ты обещал, что купишь мне таких в кучу. Ты ещё в туалете стремился к интимной связи. Ну, ты ещё мой айфон утопил в улетазе. Ну, я ещё дотащила тебя до такси. Ну, ты ещё пару лидов таксиста просил. В их квартире я написал на коврик в прихожек. А я ещё, дурак, когда тут пихал рожей. А потом ты уснул во время любовного акта. А просто лучше сказал, что было не очень как мне. Таня, у которой на попе тату. Нет, Сергей, туда, где у меня тату, я не пойду. Сергей напрягись, ты должен вспомнить меня. Ведь искренне очень ты говорил мне, что я незабываемая. Незабываемая. Послушай, Серёжа, зачем ты бросаешь трубку? Ну, я ещё была в короткой розовой юбке. Что значит информация слишком мало? Я уже по минутам всё тебе рассказал. Потом родился, сказал со звонки и ушёл. А да, перед уходом ты ещё посмотрел футбол. Кажется, Барселона и Арсенал. Ну да, это Таня, но наконец-то узнал. Сколько, вот, отлично, слушай сюда. Звоню и сказал, что им забыл ты меня навсегда. Пожалуйста, не пиши мне и не звони. Я в жизни ещё не встречала больше свиньи. Такие взаимоотношения мне не нужны. Ты между собой таков все осты соччены. А если когда-нибудь вспомнишь в глупо во мне, То знай, что сейчас я сижу ада в чайгане. Не забывай моя, не забывай моя, не забывай моя.